Такую картину керчане наблюдают каждый день. Очереди в банки собираются еще до рассвета. Сетуют горожане. Вы спросите, сколько я ночей переспала возле приватбанка и сколько раз я туда не попала. И я каждый день стою в банкоматах и банкомат не выдает ту сумму, которую определил приватбанк, что полторы тысячи ты можешь снять гривень в сутки. Не дает. Дает 500 рублей, дает 700, дает 1000, но не дает эту сумму. Разумеется, в очереди стоят и те, кто элементарно хочет снять карточки, пенсию или зарплату. Эти люди становятся невольными жертвами банкоматного штурма. Перепуганные керчане обходят по несколько банкоматов в день в попытках снять накопленные средства. Ажиотаж связан с тем, что никак не можно снять деньги. Никак не можно снять деньги, сумма на депозите, огромные суммы, дают полторы тысячи, по банкоматам даже полторы тысячи не выдается денег. Поэтому житаж у такой. По мнению кандидата экономических наук Владислава Ушакова, введение лимитов на выдачу средств – естественная реакция банков на возможность рисков. А паника среди людей – логичная реакция на введение лимитов. Это естественная реакция банков, которые имеют свои представительства в Крыму на те риски, которые несет за собой данная политическая ситуация. И дело в том, что логичность банка в том, чтобы эти риски минимизировать. Понятно, что некоторые из этих отделений могут какое-то время даже и не работать после референдума. То есть в ожидании, в ожидании каких-то новых изменений, новых обстоятельств. Это, опять же, скорее всего, временное явление. Я думаю, что в процессе происходящих событий и в процессе нашего волеизъявления общекрымского будут или заключены новые договора, или, соответственно, этот процесс войдет в цивилизованное русло. В любом случае банкам невыгодно будет терять у своих клиентов налаженные связи с предприятиями, с организациями, частными лицами. То есть какой-то переходный, конечно, этап будет. Это отражение просто той неопределенности, которая сейчас сложилась в экономическом смысле, в политическом особом смысле. Поэтому банки стараются эту неопределенность как-то для себя пережить, минимизировать. Конечно, есть опасения, люди боятся. Идет паника, естественно, потому что если на Украине выдают деньги 15 тысяч рублей в сутки, я звонила оператору в Киев на приватбанке в сутки, а Крым ограничен. И они толком не объясняют, оператор толком не объяснял. Он говорит, что есть какой-то ввоз денег, боязнь в том, что войска стоят здесь, не могут выпадать. Правда нет, люди в ажиотажии идут снимать их, естественно. Приватбанк со своей стороны поясняет, что причин для беспокойства нет. И в первую очередь, прежде чем кидаться за деньгами, надо оценить информацию, на чем она основывается и на сколько надежны источники.